В Тюмени на митинге против пенсионной реформы вдруг появилась женщина, которая оказалась членом Единой России, которая сказала, что больше не доверяет главному. Я, мол, ему поверил, а он меня обманул. Это сообщение появилось на знаке КУМ 4 июля и провисело в ленте ровно 45 минут. Потом его удалили. Смешно. Хотя, думаю, что и женщину-то из партии успели исключить за эти 45 минут. Вот восхищаюсь другим. Оксана Панова, ты молодец. Уверен, за данный час ты отбила зарплату всех своих сотрудников месяца на три. Вперед, в прямой эфир тебя приглашаю. Кстати, начинаем. А в России меж тем выросли госпошлины на получение некоторых видов документов. Так, например, за выдачу водительского удостоверения отныне будем платить не 2000 рублей, а 3, то есть на 30% больше, чем в июне. А вот за гранд паспорт обойдется в полтора раза дороже. Теперь не 3,5 рубля, а 5 тыр данная корочка стоит детям. Впрочем, 50% скидка предусмотрена. Но самое смешное, оно вообще втрое дороже стало. Вот эта вот розовая бумажка, знаете, которую вы называете документами на машину? Да, да, да. Свидетельство о регистрации ТС. 500 рублей же пошлина за ее получение составляла. Сейчас полторы тысячи. У меня только один вопрос. За что? Вот за этот маленький заламинированный кусочек картона. Один с фотографией, другой без. Про паспорт так и быть говорить не буду, расклада не знаю, потому что какое конкретное обстоятельство повлияло на столь резкий скачок сбора дани с водителей? Картон подорожал, полиэтилен, процедура производства данной бумажки здорово усложнилась. И так ведь с этих несчастных автовладельцев три шкуры дерут бензин, платон, автомобильный налог, дорожный сбор. В суммах штрафов уже нули считать задолбаешься. А теперь вот это еще, блин, да когда уже кто-то нажрется-то. Пенсии наши слуги народа повысили на целую тысячу рублей с 2019 года. Ага, и увеличение доходов населения на 3,9% спрогнозировали здорово. Именно поэтому, видимо, решили НДС поднять на 2%, тарифы ЖКХ на 4,6%, ну и госпошлины заодно на 30-200%. Я балду вообще. К слову, предлагаю, давайте уже петицию, что ли, напишем и отправим в Кремль. Пусть, наконец, с официальным гимном России сделают песню Вася Обломова. И оказывается, жизнь налаживается. Ладно, это реальная журналистика, которая по-прежнему продолжает выходить в эфир лишь для узкого круга людей, не болеющих за футбол. И тем не менее, поехали. А вот от того, что я скажу дальше, вы вообще ужаснетесь. А в курсе ли вы, дорогие мои автовладельцы, что от всех тех штрафов, которые вы платите по письмам счастья, ну когда под камеру где-то попали нарушив, так вот, от всех этих штрафов государство получает только 20%. Остальное уходит владельцам тех самых камер, а это все сплошь частные лавочки. То есть, оштрафовали тебя за превышение скорости на 500 рублей, потому что камера зафиксировала, в казну пошли 100, еще 400 какому-то папику, который будет на них потом Машу красивую на Канарах выгуливать. За 9 месяцев 2017 года было собрано более 200 миллионов рублей. В бюджет было перечислено порядка 40 миллионов рублей. Кстати, в Москве и Московской области уже несколько лет установкой камер вдоль дорог занимаются негосударственные структуры. Так что новый закон лишь распространяет сложившуюся практику по всей стране. Понятно, что этот закон никакого отношения к безопасности не имеет. Это просто перераспределение средств, выкачивание их из населения и в частные руки. Не скажу, что я прям весь такой из себя истинно в последней инстанции, но что-то мне подсказывает, что и права, и свидетельство о регистрации на ваш автомобиль тоже будет делать какое-нибудь ИП, ООО и так далее. А поэтому не удивлюсь, что из тех трех тыр, которые ты заплатишь за картонку со своей фотографией водительской категории, в бюджет уйдет в лучшем случае рублей 200-500. Ну кому до этого есть дело? Ну зачем вы так, Васильев? Я устал от человеческой подлости и глупости! А вот теперь жду, когда же в эфире появится Киселев и скажет свое коронное «это вам выгодно», конечно, как не выгодно. Нам вообще выгодно, когда из нас лохов делают, впрочем, куда-то меня опять не туда понесло. В футболе там и большие молодцы, и не только в футболе, кстати. Хочу вам еще одно наше экономическое достижение показать, повод для гордости, чего там. Итак, буквально на днях это знаковое событие произошло. Российская космическая корпорация «Энергия» получила от НАСА свежий заказ. Контракт по обслуживанию и ремонту туалета в американском сегменте МКС. Забронируйте кто-нибудь столик в царской охоте, эфир закончится. Пойдем отмечать. А вообще, вот теперь давайте серьезно и сейчас скажу то, что многим из вас не понравится. Вы знаете, а я ведь был одним из немногих журналистов, кто поддерживал непопулярный закон о монетизации льгот. Объясню, почему. А там хоть логика была. Я реально его почитал и понял, что он грамотный, ведь в чем заключалась суть документа. Есть льготники, это миллионы людей, и на них государство ежегодно тратит бешеные деньги. Компенсируют за них проезд в общественном транспорте, оплату телефонной связи, отдых на курорте. А теперь давайте себе представим деревню Кузяево, в которой нет общественного транспорта. Там нет и телефонной связи, и две сотни пенсионеров и льготников, которые в этой деревне проживают. Настолько старые и немощные, что на какой курорт они поедут. Не доедут эти люди просто до того курорта физически даже, и тем не менее. Деньги на оплату льгот для данных Кузяевцев постоянно выделялись, оседая в чьих-то карманах в итоге, собственно, для борьбы с теми карманами закон о монетизации был придуман. Посчитали, поделили на всех и решили, ну пусть по 100-200 рублей, но те, кому положено, хоть так нехай получат. А вот здесь уже обратная ситуация, когда законодатель подумал именно о кармане конкретного человека, и это уже не нормально, но правда лишь в моем понимании, видимо. К слову, со всем этим футболом и борьбой с агентами Госдепа мы как-то совсем упустили из виду одно печальное, на мой взгляд, событие. 30 июня это случилось в Краснодарском крае, там град прошел. Да такое, что произошедшее стало настоящим бедствием для сотен и даже тысяч людей. Для начала я хочу, чтобы вы увидели, с какой бедой пришлось столкнуться нашим с вами соотечественникам. Машин нету, хана, все стекла, все разбито в бухнарь. Это после града, без окон, без дверей, просто все, просто все, вся станица, просто лежит, вся. Это ужас. Какой кошмар! Я бы не хотел, что-то... В сотый раз повторюсь, я весь 2016 год прожил на Кавказе, и я правда знаю, что такое тамошний град. Пару раз сам попадал, прекрасно помню, как после данного погодного катаклизма активизируются разного рода желающие нажирать себе харю, выправить вмятину от градини на машине, например, тысяча рублей. Одну страховка в данном случае не работает, это считается форс-мажором, потому что, а тут у людей не только машины побились, кто-то вообще без крыши над головой остался, у кого-то весь урожай тот град угробил, и это тоже форс-мажор. Под дубок немножко уцелел. Субтитры сделал DimaTorzok Ну да ладно, главное футболистам нашим премию выписать не забыли бы, около двух миллиардов пообещали же, да? Предлагаю создать общественную структуру, которая проконтролирует этот момент, потому что, не дай бог, Дзюба без своих 200 миллионов останется. Это правда важно. А если совсем серьезно, я вот когда увидел эти краснодарские кадры, у меня действительно екнуло. Конечно, кто-то мне сейчас напишет, мол, по-твоему, даже в том, что град на юге прошел, тоже Путин виноват. Нет, не виноват. Я сейчас искренне это говорю, без сарказма. Вот только он не просто Путин, он еще и слуга народа, который находится на своем месте для того, чтобы этому своему народу помогать в сложных ситуациях. Как-то так. Это была реальная журналистика и сегодня, как всегда. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка сверху, вы найдете больше полезного и интересного. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже есть над чем подумать. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем и обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Боня, твою котлету съели. Боня, твою котлету съели. Боня, твою котлету съели.